Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает, всем, кто присоединился специально на этот час, потому что мы анонсировали нашу гостью заранее. И на связи с нашей студией телеведущая Арина Шарапова. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада вас слышать. Прям сердце потеплело, как люблю Ригу. Арина Шарапова – одна из самых любимых зрителями разных возрастов телезвезд. Многолетняя ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале. И накануне 8 марта спасибо, что вы согласились быть гостем нашего эфира. Мы будем с вами говорить о женском лице российского телевидения. Проведу эфир я, Ольга Авдевич, моя коллега в студии Наталья Захарьят. Здравствуйте. Да, и вместе с нами латвийские и литовские журналисты, которые присылали свои вопросы. И вопросы от радиослушателей. Вот интересный факт. Именно Арина Шарапова была ведущей самой первой церемонией вручения телевизионной премии ТЭФИ. То есть получается, что вы как бы символ или олицетворение российского телевидения. Эфир мы проводим в рамках проекта «Культурная линия» и совместно с нашими коллегами-журналистами из Международного медиаклуба «Формат А3». И еще информация для радиослушателей. Арина не просто телеведущая, которую все знают по телеэкрану. Она кандидат социологических наук, преподаватель и основатель школы Арины Шараповой. Это школа арт-медиаобразования. Да, да, школа Арины Шараповой просто смешно звучит. Да, арт-медиаобразования точно. И первый вопрос, Арина, правда ли, что сериал «Богиня прайм-тайма», такой популярный сериал, был снят на основе вашей биографии? И писательница Татьяна Устинова образ героини писала с вас. И почему, если да, то почему она выбрала именно вас? Спасибо за вопрос. Я уже даже забыла про это давно. Но правда, да, книжку она такую написала «Богиня прайм-тайма» и хотела свою главную героиню назвать Арина. Я была категорически против. Мне казалось, что это просто, ну, как-то, не знаю, ну, нескромно, что ли. И поэтому я отказалась абсолютно от имени Арина внутри этой книжки и, соответственно, внутри данного сериала. Потом, конечно, там много напридуманного, потому что это же художественное произведение, да, и не такая уж прям такая, как биографичная эта история. Вот, ну, конечно, с драмами, со всякими, с сложностями прямого эфира. Книжка как-то неплохая оказалась. Да и сериал тоже ничего. Я знаю, что, я, кстати, сейчас вспомнила, как Олья Ломоносова, которая играла главную героиню, она, оказывается, брала, я не знала, это мне потом рассказали, она взяла мои кассеты, все тогда были кассеты, вот, и изучала вот стиль моей речи, как я одеваюсь, вот эти жемчужные бусики, которые я прямо обожала, маленькая такая ниточка жемчужных бусиков у меня всегда была, ну, как правило. Вот хвостик мой бесконечный, который я носила во время эфиров. Ну, в общем, да, подражала, было такое дело, приятно. А почему из всех телезвезд Татьяна Устинова выбрала именно вас? Ой, ну, такой вопрос задали, прям, я не знаю, ну, наверное, она так решила. Ну, вот так, да, ну, почему, я не знаю, потому что, наверное, может, яркая, может, поэтому. Эти звезды, они же разные бывают, они, кто дальше, кто ближе. Арина, вот вы, в принципе, вошли в медиапространство, будучи совсем молодой телеведущей, да, и вообще считается, что телевидение, оно достаточно жесткое, такое беспощадное, и выбрасывает своих служителей, если вдруг вот капризному продюсеру что-то вот не понравится. Как вам удается удерживаться на телевидении столько лет? Это от «Газеты сегодня» вопрос. Как вам сказать, я не такая уж и молодая была, может быть, поэтому и не выкинули меня из эфиров столько лет. Я вошла в телевизор, когда мне было лет 30, наверное. До этого я работала на, ну, такие, на маленькие телевизионные компании, а вот потом с 30 как-то вошла на большое. Почему? Знаете, я считаю, что у каждого своя история, у каждого своя судьба. Да, действительно, вот людей там моего возраста, моего статуса, извините, мало осталось. И сейчас больше новых. Ну, а так, как, я не знаю, правда это, я верю в судьбу, и я думаю, что это поэтому. Это поэтому, наверное, потому что... Я просто даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Еще спрашивают, а почему вы хорошо выглядите? Это такой вопрос у нас будет, ближе к концу эфира, женский вопрос, так что вы уже можете подумать на эту тему. А что на это скажешь? Это все ДНК, понимаете, судьбы или там, или еще чего-то. Вот как-то так, мне кажется, что я вам ответила. Может быть, не очень подробно, вы от меня, наверное, что-то такое ждали, сногошибательное. А я не могу вам дать сногошибательное ответ. Ну, а, кстати говоря, я еще сейчас подумала, что нужна какая-то мудрость, наверное, еще. Знаете, вот в этом плане, вот я сейчас, время прошло, и, отглядываясь назад, я прекрасно понимаю, что мудрости приходят со временем, с возрастом, но все равно она существует в человеке, даже когда он в 30 лет входит в какое-то профессиональное пространство. Арина, вы как-то сказали, что никогда ничего не делаете против своей совести. А были ли моменты, когда приходилось все-таки делать какой-то выбор? Вам важно, насколько ваше слово отзовется? На работе нет. Вот у меня счастливое совпадение. Если приходилось идти против совести, я просто вставала и уходила. И уходов у меня было, ну, не то чтобы много, но они были. И они все связаны как раз с тем, что я не хотела идти на какие-то условия, на какие-то требования. Просто сразу до свидания. И в этом смысле, и, наверное, у меня человек в этом смысле счастливая судьба. Я своих учеников, кстати говоря, учу всегда. Если вы работаете в какой-то организации и чем-то недовольны, но при этом получаете зарплату, не ведите себя как последние свиньи. Вы берете зарплату и высказываете все время свои неудовольствия. Это не нравится, то не нравится. Либо переделай, либо уходи. И это не максимализм, мне кажется, это просто честно. Ну, чего зря ждать, пока у тебя будет там спаление печени от злости или еще что-то такое. Тогда деньги не бери, не получай зарплату. Понимаете? А устраивают подрывные какие-то акции, мне кажется, это просто нечестно. Поэтому мне кажется, что лучше встать и уйти. А вот ваша история с уходом с ОРТ, с чем была связана? То есть это были принципиальные вещи? Ну, еще бы, конечно. Это было давно, слушайте, я уже, правда, я как-то забываешь об этом, пора книжку писать вместе с Устиновой. Я думаю, что, да, конечно, это были принципиальные вещи. Я могла бы там как-то остаться на какое-то время, но я ушла. И ушла на НТВ, и делала программу «Арина». Так, а потом уехала в Красноярск, потому что там тоже как-то вот что-то куда-то не туда пошло. Ну и замечательно, перекантовалась в Красноярске два года и уехала потом обратно на Первый канал. Вот 20 лет с лишним я там. А вот вопрос про утренний эфир. Во сколько должен быть на работе ведущий утренних программ, чтобы подготовиться к эфиру и выглядеть? И как идет вещание прямой эфиры на разные часовые пояса? Вот как это устроено на российском телевидении? Это один из самых сложных эфиров и сегментов телевизионного пространства. Более того, я даже не уверена, что меня поймут все, но я постараюсь коротко объяснить. У нас пять часовых поясов. Самый дальний – это Дальний Восток, который начинает с… Если у нас 21 час по Москве, то там 5 утра. Это значит, что мы работаем сутки почти. И на Москву я должна выйти в 5 утра. То есть я должна умудриться еще чуть-чуть поспать. Ну а в 4 я уже начинаю приводить себя в порядок. Если вдруг я оказалась дома в ночное время, в день эфира, то я там тоже часика 2-3 посплю. В 3.20 я сажусь в машину и еду на доброе утро. Я, кстати говоря, совсем недавно посмотрела неудачный американский сериал, который называется «Good morning» про моих коллег из Америки, как они работают в добром утре. И я, конечно, приятно удивилась, когда главная героиня этого сериала просыпалась там крупным планом будильник в 3.15. Я подпрыгнула, думаю, ну надо же, утро одинаково во всем мире. 3.15 у них там, в далеком США, в далекой Америке. И у нас тоже. Вот у меня будильник всю жизнь запрограммирован на 3.15, когда я работаю. То есть ты встала, глаза открыла, приняла холодный душ, села в машину в полуобморочном состоянии, доехала до Останкино, ну и ничего, и дальше работаешь. Такое тоже бывает. А если коснуться... Ну там тоже можно и переночевать, но я люблю больше ночевать дома. Как-то мне комфортно. А если коснуться ваших коллег по российскому телевидению, и именно женщин все-таки, кого из них вы смотрите с удовольствием? И у кого учитесь? Кто, может быть, были вашими наставниками? Кто из молодых вам нравится? Ой, вы знаете, я сейчас, конечно, не смотрю телевизор, да, собственно, как и, наверное, и все, в таком количестве, как раньше, но, на мой взгляд, много очень симпатичных лиц появляется. Ну уж не знаю, там время покажет, как они долго задерживаются, но вот в утре у нас, например, совершенно чудесные девчонки. Все они мамы, практически у всех от двух до четырех детей вот за то время, пока они работают у нас в Останкино. Все, видимо, так благостно, что они умудрились нарожать такое количество детей. Вот. Ну как-то, не знаю, по-моему, комфортные, симпатичные лица. Очень у них такие какие-то хорошие. Мне кажется, что все хорошо. А из мэтров телевизионных? А что мэтров-то? Что их не осталось? Какие мэтры-то? Где они? Ну, когда вы пришли на телевидение, были же те телезвезды, которых вы считали мэтрами? Ну да, тогда была Таня Миткова. Было очень интересно с ней работать и смотреть. Я так поглядывала. Но как-то так получилось, что это, скорее всего, были... А, ну, конечно, наши международники. Да, они, правда, советского толка были, но у них потрясающие совершенно были репортажи. Это Зорин, это Сейфульмулюков. Вот такие международники, они мне были интересные. Но перечеркивать их я не могла, вычеркивать из жизни. Потому что надо, мне кажется, все-таки учиться. И преемственность должна быть. И вот, скорее всего, училась у них. У этих замечательно глубоких аналитиков. Вы как-то сказали, что у вас были гримерки рядышком с Валентиной Леонтьевой. Да мы даже в одной гримерке с ней гримеровались. Это, да, там 90-е годы. Такая большая гримерка была. И мы там, там была реконструкция останки, и нас все переселили в одну большую гримерку. И вот с тетей Валей мы вместе так как-то гримеровались, болтали, она много интересного рассказывала. Приходила она на работу такая старенькая, вся такая несчастная, такая прям ужасная была. У нее судьба бедная. Это кошмар у нее сыночек, конечно, ее подводил очень сильно. Она от этого мучилась, страдала. И с тяжелыми мыслями приходила в останки. Но стоило только ее так привести чуть-чуть в порядок, как только вот ее любимый пояс на ее тонкой талии появлялся такой ремень красивый, не очень широкий, кожаный был, на белой рубахе. И она такая прям сразу вау сбрасывала 20 лет и шла на запись программы. Было очень интересно. Потому что телевидение, конечно, оказывает очень сильное влияние на продолжительность молодости, на продолжительность жизни человека, который... Это как актерство, но актеры более зависимы, конечно. Актеры более зависимы. Теледущие все-таки, наверное, имеют другие перспективы. С актерами все хуже. Кстати, об актерах и о кино. Вопрос касается вашего сына. Ваш сын Данила Шарапов руководит студией «Медиаслово». Вы следите за их успехами? Что из проектов студии вам показалось интересным за последнее время? Мне так приятно, что меня теперь называют мамой продюсера Данила Шарапова с крупнейшей в стране кинокомпанией. То есть произошло то, о чем я мечтала. Не ему говорят, что я его мама, а мне говорят, что он... Ну, то есть, понимаете, да, главное то, что вот он вышел на такую площадку самостоятельно, когда я уже такая маленькая рядом с ним. Я всегда очень боялась, что будет наоборот такая... Знаете, часто бывает у знаменитых детей дети тоже такие дозависимые все. И это ужасно болезненно. Но в этой ситуации так не получилось, слава богу. Ну, а какие фильмы... Да у него много очень сильных фильмов. Когда он... У него, кстати говоря, одни из самых сильных фильмов в области документалистики. Да, он всегда очень рейтинговый, он получает огромные премии. Потрясающий фильм у него был про Филби, разведчика Филби, документальный. Кучу премий получил. А художественное кино, ну да, и много Магомаев, беспринципные, «Мертвое озеро». Бог ты мой, сейчас уходит у них второй сезон беспринципных. Потом сейчас спойлер у них выходит, тоже мощный фильм. Да много чего, много чего. Интересное все, все рейтинговое. Все очень такое, прям серьезное. Так что я могу смело быть уже просто мамой. Не просто мамой, знаете, знаменитой, а просто мама. Вот очень хорошо. Арина, вот вопрос о путешествиях. Недавно вы на своей страничке в Фейсбук написали «Не надо Бали, ешь, люби, молись» в своей стране. Больше путешествуете и много чего поймете. А какие туристические, человеческие, может быть, открытия вы лично сделали в путешествиях по России в последнее время? Потому что, конечно, например, мы можем путешествовать только по нашей маленькой Латвии. А в России вы можете путешествовать по огромной части света. «Ой, приезжайте к нам, у нас так круто!» У нас, знаете, страна так здорово развивается. И она такая стала еще более красивая, чем была. И столица прекрасная. И Дальний Восток чудесный. Вот я буквально только недавно приехала с Камчатки, была в Чите, путешествовала по Дальнему Востоку. Я его очень люблю. По Сибири, вот в Новосибирске была. И такое, вы знаете, всюду развитие, всюду дороги, газ, свет. Ну, собственно, это всегда, но есть регионы, где их не было, сейчас появляется. И вот это такое мощное развитие страны, конечно, радует невероятно. Но для меня номер один – это Крым. Я там, в общем, уже 20 лет. Я видела, на моих глазах Крым разрушался. И когда Крым пришел в Россию, пошло развитие такое сильное. Сейчас там дороги, я туда еду послезавтра. Мощные дороги, знаете, вены дорог, огромные, красивые. Вообще такого даже не планировалось еще лет пять назад. Вот, тоже канализации прокладывают, чего никогда не делал никто. Вот, что там еще-то прекрасное. Да, вообще здорово. Сейчас, например, вот буквально пять минут назад со своими друзьями обсуждала огромные изменения в Севастополе, которые предстоят, там будут строить мощные. Уже начали, кстати говоря, культурный центр с великолепными набережными. Ну, это просто какая-то сказка. Я считаю, что там, где Россия, там всегда счастье. Арина, а правда, вот недавно прочитали информацию, что Россия уже который раз за год объявляет акцию, кэшбэк за поездки именно по стране и реально возвращает 20% от стоимости этих путевок? Да, это правда. Это у нас замечательная, кстати, министр туризма, большая умница, и все ее инициативы поддерживаются. И она как-то, знаете, у нее, по-моему, счастливая рука, да и вообще все вокруг совпало, и она предлагает такие прям классные социальные проекты, которые идут и идут и идут. Но я, знаете, я же езжу, ну, сама, или я езжу там с общественными организациями. То есть я вот этой услугой не пользовалась, хотя я точно знаю, что вот если я скоро поеду куда-нибудь по путевке, сто процентов, я возьму кэшбэк. А что мне терять? Конечно. Еще если я вывезу всю семью, мы все получим обратные деньги. Да? Вот мы вначале сказали, что вы были ведущей самой первой церемонии ТЭФИ с Владимиром Познером в паре. А что сегодня представляет из себя эта премия, и как это именно вот в условиях пандемии работает? Да мы все в условиях пандемии, так же вот сейчас, как с вами в Зуме. Но все равно работает, все равно работает. Все равно у нас есть сейчас две ТЭФИ, одна федеральная, другая региональная. И обе ТЭФИ просто пашут, я бы так сказала. Я очень дружу с региональной ТЭФИ, часто езжу с ними в разные регионы. Все мы все время находимся в процессе журирования. То есть мы постоянно отсматриваем работу своих коллег региональных, отмечаем. Ну, награждаем их, конечно, только в Зуме. Вы были ведущей церемонии и в этом году, да, ТЭФИ, летопись Победы? А, да-да-да, да. Да, конечно, мы вместе с Кубовичем провели, Ленечкой провели эту чудесную акцию. Там вот, конечно, такая акция, знаете, там страшные слезы просто. Я всегда рыдаю, там, 9 мая, это такой уже закон. Я вспоминаю. Мне очень тяжело, знаете, особенно когда ты понимаешь, что эти ветераны, которых там лет 15-20 назад, их было много, и мы носили цветы, и встречались с ними, и ходили вместе с сыном, кстати. Я все время ходила к большому театру, там было всегда много ветеранов, а сейчас их нет совсем, и вот мы о них вспоминаем, и это, конечно, больно. Ну и больно вообще все эти последствия войны, тяжелейшей, страшнейшей войны, где Россия победила. Арина, в продолжение темы, расскажите нам, пожалуйста, о вашем замечательном проекте с детскими дневниками военных лет. Вы знаете, это не мой проект. Это не мой проект. Я просто прочитала пару, пару дневников, и это проект, я даже сейчас не могу вспомнить, я, по-моему, первого канала все-таки. Это было в прошлом году, а так как проектов море, я уже сейчас не могу даже вспомнить, но это правда, очень тяжело даже читать было. Насколько пронзительно письмо той девочки, письмо, которое нашли в архивах, которое попало в блокаду, и она описывала вот это вот состояние свое. При этом она же еще ребенок, она вот смотрит на окружающее каким-то детским восторгом и ужасом одновременно. И вот такого рода письма озвучивали очень известные люди. И сейчас даже, я, простите, не могу вспомнить, кто это придумал, но это какая-то очень мощная организация была. То ли Роскосмос, то ли Первый канал, не знаю, ну, в общем, не важно, но акция была мощнейшая. Читали все эти письма знаменитые люди нашей страны. Арина, вопрос о любимых книгах. Ваша школа, Арина Шарапова, организовывала очень такой интересный гуманитарный проект «Подари любимую книгу». Да? Какая книга? Почему вы решили это придумать? Какая была ваша любимая книга? И кто из известных людей еще какие книги представлял? Ну, это вообще была такая у нас мощная акция. Мы работали тут, у нас ведь в большой части библиотеки. Библиотеки вообще очень уважаемые. У нас происходит здесь чайпите в библиотеках, всякие события мы празднуем. Это по всей Москве, по всей стране. И поэтому мы вот привели к такому проекту библиотеку Бигалюбова. Они были нашими партнерами. И вот вместе с ними придумали такую чудесную выставку на бульварах, наших красивых московских бульварах. Выставили огромные фотографии очень тоже известных людей. И те книжки, которые они любят больше всего на свете. Я, кстати, у меня пришла в голову книжка, которая действительно всегда со мной. Четвертая высота называется эта книжка. Про Гулю Королёву. Кстати, я уже даже приехала к себе в школу. И вот у меня была книжка Четвертая высота. А кто у кого ещё? Ну, знаете, я сейчас прям не могу вам ответить, но кто-то Пушкина цитировал и вспоминал, кто-то Лермонтова. Ну, то есть разнообразные совершенно книжки, которые представлены были. Но это была крутая акция, потому что было много народу. Москвичи имели возможность просто ходить в бульвару и с наслаждением и радостью вспоминать те книжки, о которых уже давным-давно все забыли. А почему у вас именно Четвертая высота, что вас там так зацепило? Да у меня было две книжки, которые меня просто потрясли в детстве. Это Овод Этель Войнич. Единственная книжка, которую написала эта писательница, я там, помню, рыдала. И такая героическая книжка. И плюс ещё Четвертая высота. Тоже очень... Книжка вроде бы про девочку, которая была моей сверстницей, ей было там 14 лет. Потом чуть постарше уже она пошла. И меня потрясло, что вот мои сверстники так любят страну, то есть так защищают страну и отдают свою жизнь. Вот это меня просто перепахало вот в тот момент. Я, по-моему, тоже рыдала, и мне казалось, до сих пор мне кажется, что это правильно. Книжки, которые... Книжки вообще формируют. Я вот сейчас точно поняла, что наши детские книжки нас сформировали. Вот от журналистов... А они были прекрасны. Да. От журналистов вопрос. Ну, вот у нас сейчас в Латвии, это в феврале, дело в феврале, у нас недавно запретили 16 российских телеканалов. И вот на днях наш Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал русскоязычный телеканал Первый Балтийский за две передачи, которые вышли в декабре, Елены Малышевой о здоровье. Да, совет посчитал недостоверной информацию о коронавирусе, которая прозвучала в этих программах. Ну, то есть, у совета наверняка есть свои какие-то... Я поняла, вакцины. Да. А вопрос такой, значит, о свободе слова в России, как обстоит. Ваше личное мнение, потому что индекс, опубликованный в апреле 2020 года, Россия на 149, США на 45, а первые четыре места это Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания. Ну, давайте... Я социолог, да? И я очень так... И плюс еще, наверное, стала политиком за это время, да? И мы прекрасно все понимаем, что часто так бывает, когда рейтинги такие международные, особенно в нашей системе, они несправедливы. А задача международной общественности на сегодняшний день завалить мою любимую страну. И это выглядит... И мы все это понимаем, да? Это такой секрет по Лишеневе. Поэтому то, что нас поставили на такое место, Господи, нас вообще на 560-е могли, а могли загнать на Марс. Это их большая мечта. Поэтому это мне смешно. Я не верю в этот рейтинг. Что касается того, что закрывают, ну, знаете, когда чего-то боишься, ты закрываешь, наверное. Вот сейчас, например, мир же испугался пандемии, мы закрылись. И все понятно, почему берегут, наверное, не знаю, там, наше здоровье. А здесь они берегут себя, да, вот те, кто закрыли. Они боятся, потому что страна у нас мощная, мысли у нас сильные, развитие идет колоссальное, а развитие, насколько я понимаю, в Риге я давно не была, ну, какое-то застопоренное. И все как-то... Вообще я бы так сказала одной фразой. Собака лает, караван идет. И это пройдет. А вы стажировались в свое время на американском телеканале CNN. А вот как вам показалось, как там обстоят дела с цензурой? CNN и NBC. Вот уж там точно куча цензур, потому что мне прям повезло. Я работала с NBC-шными дикторами, с супер-журналистами. Я вообще была в одном эфире с Дэном Раддером, который... Потом я привезла программу 60 минут, кстати, американскую. У нас был совместный проект, такой он шел год. Вот. И я работала прямо в эфире, я видела... Он вообще ничего не писал, ему все писали. Я так понимаю, писали. Причем у него программа 60 минут, она же до сих пор существует. Она такая тоже очень кондиционная. И, естественно, хозяева канала, конечно, отсматривают. Очень внимательно отсматривают программы. И в соответствии с, так сказать, с линией партии, она мне всегда одна в результате главенства. Мне делали то, что... Вот эти сюжеты. Но... И у нас, кстати, это тоже в России есть. Понимаете, мы говорим обо всем в стране нашей. И там тоже говорили и говорят обо всем. Я особой разницы не вижу. Но я знаю точно, что в Америке мощнейшая цензура. Была, есть, и, судя по всему, будет. Вот вы сказали, что вы были в Риге, и у нас вопрос... У нас в Риге существует такая школа детского телевидения. Они пишут, что вы были их гостем, когда открывалась школа. И они просят рассказать чуть-чуть подробнее, как у вас устроена ваша школа искусства и медиатехнологии, какова ваша роль в этом процессе, и вообще нужно ли детское телевидение и детское радио. А школа наша называется КИДС-ТВ. Медиаобразование. Медиаобразование. Я, кстати, вот сейчас приехала, даже могу сейчас выйти, я вам даже могу показать, как она выглядит. Она красивая, я ее страшно горжусь. Знаете, сейчас мы не работаем как такое вот пролонгированное постоянное образование. Знаете, вот она такая у меня красивая, вот заодно у вас сейчас все станут смотреть Эхир. Как приятно. Вот сейчас обратно зайду в машину. А, нет, я лучше внутрь зайду. Так вот, сейчас у меня проект проектная деятельность. Нет, такой прям, как раньше, шесть лет подряд, мы работали в качестве такого постоянного дополнительного образования. У меня было очень много детей здесь, было здорово, но сейчас вот эта пандемия, она, конечно, нас подкосила здорово, и мы ушли в онлайн, лекторию. Сейчас мы выпускаем очень много прекрасных и интересных лекций. Так что заходите на наш сайт школы Арины Шараповой, оно от медиаобразования, и вот слушайте наши лекции. Потрясающие, кстати говоря, лекции. У нас и коллеги Елен Малышевой про Деус, такой чудесный, все время ведет медицинскую часть, а какие у нас актеры, Юля Рудберг, Яна Поплавская, просто чудо какое-то. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, слушайте. Вот иду по коридору в школы, она сейчас пустая, к сожалению. Но ничего, скоро придут люди. Вот вы говорите, что вы, ну как, занимаетесь гуманитарным развитием, образованием детей. Вот такой вопрос от журналистов. Наталья Лебедева спрашивает, священник Андрей Ткачев, известный проповедник, вот он все время говорит, что российское телевидение первый враг русской культуры. Вы согласны с этим утверждением? Ну, а как? У нас должны же быть какие-нибудь оппозиционеры. Скучно без такой вот, что же, когда все правильно, так не бывает. И слава богу, что он так говорит. Это дает возможность телевидению развиваться. И вообще у нас много разных мнений, и я всегда слушаю эти мнения, мне они интересны. Все, что я работаю на телевидении, конечно, мне обидно это слушать, но люди же говорят, мы продолжаем общаться. Я с Ткачевым встречаюсь на общественных советах, ну, спорю, разговариваем мы с ним, но его мнение, его право, а как иначе-то? У нас все так. Арина, скажите, пожалуйста, а должно ли, на ваш взгляд, телевидение все-таки угождать зрителю? И вот вы говорили о развитии таком мощном сегодня России. И как, на ваш взгляд, это находит отражение на телеканалах в достойной мере? Ой, вот понимаете, вот формулировка такая, телевидение угождает. Это такое только, можно сказать, человек, который не работает на телевидении. Что значит угождать? Ну, вот жена должна угождать мужем? Как вы думаете? Ну, мне кажется, да. Но просто это несет такой очень негативный оттенок, то, что вы произнесли. Поэтому, наверное, это должен быть такой альянс. Вообще телевидение на сегодняшний день максимально народное. Это значит, что все те программы, которые запускаются на телевидении, не соотносятся с рейтингами. Если народ смотрит, значит, эта программа в эфире. Если народ не смотрит, эта программа улетает. Вот и все. Тут никто никому не угождает. Здесь истинное партнерство. И как ни странно, даже трудно в это поверить, но народ определяет те программы, которые существуют. Представляете? Поэтому, когда начинают там порчить всякие лица и говорить, вот, там, это плохо, то плохо. Обычно это говорит интеллигенция, которые, в принципе, всегда чем-то недовольны. Богатая интеллигенция, не очень богатая интеллигенция, да, они все такие прям размышляющие. Но они, как правило, и не смотрят этот телевизор. А интеллигенция, знаете, не знаю точно, но где-то, наверное, один процент населения в стране, ну, может, два. Поэтому работать на интеллигенцию смешно, да, на телевидении. Если ей что-то не нравится, она может включить другой канал. У нас есть культура, то есть вообще море разных каналов специально для интеллигенции. А вот эти большие каналы, они для народа, а народ – это вот та большая гонгломерация, которую населяют страны. Поэтому, мне кажется, тут очень важно определить такую политику, знаете, вытянутой руки, в смысле пожать руку, давай партнерствуй. Кто кому угождает, это не очень правильно. Вот ваш коллега Дмитрий Дибров высказал мысль, что, в принципе, вот телевидение ток-шоу, которое подчас многих раздражает, он сказал так, ток-шоу с ботоксом и силиконом, уходит всё-таки в прошлое, и что у зрителя появляется запрос на другое, и что на смену идёт телевидение более человечное, социальное. А ваше мнение, ощущения? Я не думаю, что придёт на смену телевидение социальное. Оно есть, оно существует, оно на разных других каналах, в смысле, знаете, не в смысле, что более целенаправленных каналов, у нас же есть всё-таки канал тематический, вот, и, наверное, вот такое социальное телевидение, оно вряд ли смотрибельно, оно вряд ли смотрибельно, а телевидение живёт на рейтингах высоких и на рекламе. Чем ниже рейтинг, тем меньше реклама, тем телевидение больше рискует канал провалиться. Поэтому социальные прогрессы, ну, знаете, человеческая психика так устроена, что позитив не заходит. Вы же видите кругом одни негативные новости. Средства массовой информации, медиа работает на себя, пользуясь этой психологической зависимостью. И чем, сейчас я всё-таки закрою дверь, потому что люди здесь разговаривают, и я не могу. Да. И вот эта психологическая такая зависимость людей от негатива, это то, что в течение всей жизни человечества главенствует. На казни собирались, я имею в виду, в средние века, вот эти всякие там сжигания ведьм и прочее. Сколько народу-то был, ведь же жуть. Первые места, первые ряды занимали за годи, за несколько дней. То есть человеческую психику, да, не потешишь позитив. Ну, если только позитив с юмором. Арина, женский вопрос. Расскажите, как вы вступились, почему вы решили вступиться за программу «Модный приговор», когда её раскритиковала финская журналистка? Почему вас это задело? А я что-то не помню. А финская журналистка сказала, что эта телепрограмма унижает женщин и показывает, что женщина должна угождать мужчине. И ты, боже мой. Я не люблю феминисток. Понимаете? Мне кажется, что феминизм, да нет, пожалуйста, он имеет право на существование, но как-то, ну, не надо его навязывать. Мы сами решим. Мы нормальные женщины, у которых там и семья есть, и всякое разное прочее. К нам вообще приходят те, которые хотят переодеться и понимают, что правила игры как раз какие, тебя могут чуть-чуть задеть. Люди же приходят. Я думаю, что эту финскую журналистку могут так красиво одеть, если бы не санкции, и если бы мне вот невозможна будет пандемия. Ой, мы бы ее переодели, она бы почувствовала себя настоящей женщиной. А почему историк Александр Васильев называет вас феей крестной? Ну, потому что, когда он к нам пришел, я ему помогала, я его, так сказать, настраивала, рассказывала, как себя вести перед камерой, то есть давала мастер-класс. Слава богу, запала. Вас все знают действительно как телезвезду, но, как вы уже упомянули, мало кто знает, что вы кандидат социологических наук. Вот зачем вам все-таки понадобилась социология, и как эти знания помогают вам в работе? Ну, во-первых, зачем? Ну, как зачем? Я считаю, я бы сейчас тоже пошла учиться. Мне просто некогда. Я вообще считаю. Хотя Эйнштейн говорил, что я бы пошел учиться, но мне мешает образование. Вот, я вообще социолог, и я даже хотела уйти в науку в свое время. Ну, как-то, не знаю, жизнь вырвала меня в сторону журналистики. А как это мне помогает в работе? Ну, как, образование мощное, колоссальное. Я много чего перелопатила, перечитала в этой жизни. Так что, конечно, помогает. Арина, а как вы чувствуете себя в роли бабушки? От газеты суббота вопрос. И что, на ваш взгляд, сегодня самое главное нужно передать внукам? Я себя очень хорошо чувствую. Сейчас прям думаю, когда же я заберу своих детей, внуков смысле, на выходные, как получится, не получится, страшно. Наша трансляция в зуме подошла к концу. Напоминаем, что с нами в эфире была российская телеведущая, преподаватель, социолог Арина Шарапова. И трансляция шла в рамках проекта «Культурная линия» и в сотрудничестве с журналистами из международного медиаклуба «Формат А3». Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok